Зимняя Олимпиада в 2022 году. Тема этого обсуждения первая в России специальная зимняя Олимпиада. Честь и проведение событий мирового уровня вновь удостоен Татарстан. Уникальное соревнование среди людей с особенностями умственного развития проходит с 1968 года. Резидент Российской Федерации принял решение о проведении. Право было доверено в Республике Татарстан, Казани, которая также известна во всем мире, не только в нашей стране, как организатор крупнейших международных соревнований, но самое главное, как столица, где очень большое внимание уделяют культуре, воспитанию, образованию. Будет задействовано пять наших спортивных комплексов. Все они сегодня наличные. Мы понимали, где наши спортсмены, гости будут здесь, где будут проходить соревнования, как все это будет организовано. Для проведения специальной олимпиады создан Республиканский оргкомитет. Выступая на Гайдаровском форуме, Рустам Яниханов отметил, Татарстан готов провести соревнования на самом высоком уровне. Адаптация этих людей, показать, что они такие же, как мы, могут соревноваться. И это очень хороший опыт. Олимпиадский по профмастерству, это хорошие специалисты, сварщики, токари, по дизайну, строители. То есть, а это вот вторая линия уже, линия по спорту. Мы видим, насколько это важно. И мы в Республике этому тоже уделяем большое внимание. До панельной дискуссии Рустам Яниханов встретился с генеральным директором компании Кока-Кола в России Александром Ружевичем. Компания стала одним из основных партнеров проведения зимней специальной олимпиады в Казани. У нас есть прекрасная возможность показать, что наша страна, она не только поддерживает, сколько она поддерживает, а такие виды спорта, которые касаются той категории людей, которые имеют проблемы. Также сегодня в рамках Гайдаровского форума Рустам Яниханов провел встречу с представителями Ассоциации инновационных регионов России. Здесь подвели итоги работы за 2020 год. В завершении собрания губернаторы в очередной раз единогласно избрали Рустама Яниханова председателем Ассоциации. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Марат Хусаинов. ТНВ Москва.